Добрый вечер! Время подвести итоги этого дня. В студии Анна Москаленко. Вот главные темы. Предприятие «Центральное» посетил губернатор Виктор Томенко во время рабочей поездки по Родинскому району. Недавно «Центральное» начало производить солод, который продают и в соседние регионы. День Заринска и по совместительству День Металлурга накануне отметили в Алтайском крае. Губернатор Виктор Томенко поздравил жителей города с их праздником. В Алтайском крае снимут веб-сериал про чуйский тракт и начнут уже в этом году. Предприятие «Центральное» посетил губернатор Виктор Томенко во время рабочей поездки по Родинскому району. Предприятие входит в тройку лидеров по выращиванию ячменя, пшеницы, чечевицы, гречи, хельна и гороха в районе. Недавно «Центральное» начало производить солод, который продают и в соседние регионы. Предприятие «Центральное» – одно из лучших в Родинском районе. Его направление – ячмень и светлый пивоваренный солод. Губернатор Виктор Томенко во время рабочей поездки в район оценил работу хозяйства. Главе региона показали цеха с полным циклом производства. От выращивания ячменя до сушки и упаковки солода. Главный технолог цеха Рустам Кадряев уверяет – качество продукции высокое. Их солод покупают фирмы не только Алтайского края, но и Кемеровской области. У такого успеха, признается, есть свои правила. Первоначально, от чего зависит готовый солод – это пивоваренный ячмень. То есть от качества ячменя кардинально все меняется. То есть хороший ячмень, выращенный на собственных полях, нам позволяет проращивать и готовить хороший солод пивоваренный светлый. И основной – это коллектив. Есть коллектив, есть хорошие работы, есть хорошие результаты. Поэтому коллектив у нас слаженный, все отлажено, все работает. По словам Виктора Томенко, алтайский солод лучше европейского. Об этом говорят и клиенты предприятия. Глава региона уверен, что со временем Алтайский край сможет обеспечить солодом всю Россию, если это будет необходимо. В дальнейшем здесь планируют производить еще и карамельный солод. Сейчас его поставляют в основном из-за рубежа. По мнению Виктора Томенко, Алтайский край может заменить ушедших с рынка западных сельхозпроизводителей и даже стать номером один в стране. Он отметил, что в регионе сельскому хозяйству уделяют большое внимание, в том числе и предприятию «Центральные». В основном идет поддержка на сельскохозяйственное производство, то есть это поддержка на деньгах за тонну парализации пшеницы. В 2023 году «Центральная» получила из краевого бюджета субсидий на сумму 2 миллиона 700 тысяч рублей. Такая поддержка благотворно влияет и на работу цеха, и на качество и объем готовой продукции. Сегодня «Центральная» производит до полутора тысяч тонн солода. День Заринска и по совместительству День Металлурга накануне отметили в Алтайском крае. Губернатор Виктор Томенко поздравил жителей города с их праздником и принял участие в церемонии награждения некоторых из них медалями и почетными грамотами. Заринску 44 года. Это самый молодой город Алтайского края, который был построен на территории села Сорокино и станции Заринская. Тем не менее, незначительный рост не мешает городу активно развиваться. Здесь регулярно строятся дороги, создаются новые рабочие места и развивается социальная инфраструктура. Немалую роль в развитии Заринска играет металлургический завод «Алтайкокс». Сегодня город Заринск – это одна из жемчужин Алтайского края. Здесь ведет свою деятельность крупнейшее предприятие металлургической отрасли Алтайского края. Наша гордость – Алтайкокс. В течение более чем четырех десятков лет и город, и завод живут общими целями, решают общие задачи вместе, созидают и развивают и производство, и город. И, конечно, приятно отмечать несомненные успехи в деле этого развития за последние годы. Глава региона не только поздравил всех жителей Заринска с праздником, но и поблагодарил ветеранов за их труд и настоящий патриотизм. В своем телеграм-канале он отметил их исключительную любовь и преданность как городу, так и всему Алтайскому краю. На праздники выступали местные и приезжие коллективы, и сольные исполнители. Все они подготовили для жителей Заринска насыщенную программу. Песни, танцы, яркие костюмы и незабываемые выступления с барабанами. Все это неотъемлемо, а часть торжества, которым мог насладиться любой желающий. В Барнауле участились ДТП с велосипедистами. Сотрудники госавтоинспекции регулярно выезжают на рейды, чтобы выявить нарушителей на велосипедах, а для подрастающего поколения проводят профилактические мероприятия. Там правоохранители рассказывают детям о правилах дорожного движения. Многие знают об этих элементарных правилах, однако не соблюдают их. В результате в лучшем случае получают травмы. Основным видом ДТП с участием велотранспорта остается наезд на пешеходном переходе, так как водители велотранспорта не спешиваются и переезжают по пешеходному переходу. Так накануне в краевой столице на перекрестке в районе дома по адресу улицы Шумакова, 17А, сбили 16-летнего подростка. За рулем Лексуса 42-летняя женщина велосипедист получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь и госпитализация не потребовалась. Вот еще один случай. На проспекте Космонавтов сбили двух детей, которые переезжали дорогу в неположенном месте. Только в этом году таких ДТП 27, причем 13 аварий произошли с участием несовершеннолетних. Из них в пяти случаях дети стали виновниками ДТП. Мы вышли на дороги к краевой столице и спросили барнаульских автомобилистов, как они относятся к непредсказуемым соседям на дороге. Конечно, люди ездят, правила не знают. Вылетают по пешеходке, вылетают на красный свет им. Как бы бардак. Я сам попадал в аварию на велосипеде. На водителя была вина. Ну а так, наверное, просто на велосипеде опасно ездить по автомобильной дороге. Невозможно, точнее. А по тротуару как бы запрещено, во-первых. А во-вторых, для пешеходов неудобно. Поэтому велосипедистам некуда деваться. По этой причине, наверное, и аварии. Ну проблема, по-моему, очевидна. Если они едут по проезжей части, то, конечно, это опасно. Либо пешеходные переходы. Ну, на мой взгляд, сейчас велосипедисты в основном пешеходные переходы спускаются, спешиваются и переходят пешком. А когда едут по дороге, то, конечно, да, это опасно. Я смотрю, что на самокатах, что на велосипедах ездят вообще безбашенно. То есть на дорогу не смотрят, как будто они одни на дороге и вообще очень... Здесь вот на самокате одного пацана чуть не сбили. Машина заезжала, он на скорости. Вообще по сторонам не смотрит и под машину чуть не залетел. То есть как бы... Не, правила не соблюдают, однозначно. И для водителя это тоже напряг. В Бийске возле бара «Айсберг» во время ночной драки убили 29-летнего мужчину. В социальных сетях пишут, что десятки людей сегодня утром стали свидетелями страшной картины. На проезжей части лежало прикрытое тело, обведенное мелом. Как сообщают в региональном следственном комитете, конфликт между посетителями произошел по малозначительному поводу. 21-летний мужчина не на шутку разозлился на своего оппонента и два раза ударил его по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело. В отношении 21-летнего жителя города Бийска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В настоящее время следователи Следственного комитета устанавливают обстоятельства произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы. Проводится опрос свидетелей и очевидцев. Добавлю, что подозреваемый задержан. Следователи готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Алтайские следователи устанавливают причины гибели двух несовершеннолетних детей, которые утонули в реке Чумыш недалеко от села Наумово от Альменского района. Речь идет о двух мальчиках 10 и 11 лет. Известно, что купались они без присмотра взрослых. Информационному порталу amig.ru жители села рассказали, один из них подавал признаки жизни, когда друг вытащил его из воды. Однако спасти его не удалось. Кстати, это тот самый мальчик, который единственный выжил в резонансном ДТП на железнодорожном переезде осенью 2021-го. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть причинение смерти по неосторожности двум лицам. В Алтайском крае снимут веб-сериал про чуйские тракты и начнут уже в этом году. Сценаристы, кинематографисты, режиссеры, продюсеры не только из Сибири, но и других регионов России подключатся к обсуждению идеи сериала. Встреча станет частью программы Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». События в Алтайском крае проводят уже в 47-й раз, чтобы почтить память о нашем земляке – писателе, актере, сценаристе, режиссере Василия Макаровича Шукшине. В этом году в 12 муниципалитетах региона состоятся культурные события. Их будет без малого 60. Это встречи, творческие вечера, мастер-классы, показы. Центральные относятся к кинофестивалю, кстати, 25-му Всероссийскому. В этом году гораздо шире программы, чем это бывает обычно. Мы, в частности, добавили очень серьезный деловой формат. А сейчас очень большой запрос на развитие регионального кино. Мы знаем, что возник определенный вакуум на площадках кинопоказа. И понятно, что за один год эту ситуацию не исправить. Фильм делается условно три года. И, возможно, к 24-25 году ситуация изменится. Сейчас задача состоит в том, чтобы в регионах также начали снимать качественный кинопродукт. Именно поэтому мы сегодня усиливаем именно киноиндустриальную составляющую, которая направлена именно на развитие кино в регионах. И в том числе, в первую очередь, нас интересует, конечно, Алтайский край. На юбилейный кинофестиваль приедут и пройдут с покрасной дорожки народные артистки России Ольга Прокофьева и Ирина Купченко. Заслуженный артист страны Борис Галкин, член Союза кинематографистов России Игорь Петренко. Наш телеканал «Катунь-24» будет вести прямую трансляцию события. Начнется она завтра в 18.00. Возрастное ограничение 12+. Дети из движения первых Алтайского края вместе с аэрографистом Николаем Замятиным закончили работу над Муралом в Барнаульском парке «Лесная сказка». Арт-объект начали писать на фестивале «Семейная команда», который был посвящен Дню Семью, Семьи, Любви и Верности. Наступит осень или плохая погода. Человек, проходя мимо, даже в какой-то тусклый суровый день, я думаю, улыбнется и наполнится хорошим настроением, видя этот фасад. Это философия движения первых, история воспитания о том, что движение первых – это не про события отдельные, а это про систему и возможность оставить след в каждом месте, где было движение первых. Напомню, первый мурал движения, который тоже создал Николай Замятин, появился еще в начале лета в лагере «Гагарин» на форуме «Лидер изменений». К другим темам. 43-ю Олимпиаду сельских спортсменов Алтайского края открыл губернатор Виктор Томенко. Старт игр прошел в селе Родина, Родинского района. Напомню, что принимающий соревнования район получает дополнительное развитие инфраструктуры. Это приближает села к алтайскому сельскому стандарту, достойному уровню жизни. Заполненные трибуны, напряженные артисты и уверенные спортсмены в Родина стартовали 43-е летние Олимпийские игры сельских спортсменов Алтайского края. На торжественное открытие приехали около полутора тысяч спортсменов из 52 районов края. Представители каждого из них поучаствовали в праздничном шествии и пронесли флаги по стадиону «Урожай» села Родина. Здесь губернатор Виктор Томенко не только объявил Олимпиаду открытой, но и пожелал участникам успеха, а также лично пообщался со спортсменами и гостями из разных районов. В своем выступлении он напомнил о важности Олимпиады для сельских территорий. По его словам, это традиция, которая объединяет жителей всего края. Сегодня в очередной раз, в 43-й уже раз, стартует летняя Олимпиада сельских спортсменов Алтайского края. Традиции, которые живут десятилетиями, продолжаются сегодня на родинской земле. За счет того, что мы видим здесь представителей практически всех наших районов, муниципальных округов, мы можем себе представить, какой же разнообразный, какой большой и все же при этом единый и сплоченный наш Алтайский край. Летняя Олимпиада сельских спортсменов проходит в Алтайском крае с 1977 года. Больше 45 лет. Многие районы принимали ее по несколько раз. Так, в Ключевском, Павловском и Ребрихинском районе Олимпийские игры проводили пять раз. Для участия в каждом селе проводятся отборочные соревнования, благодаря которым район выбирает лучших спортсменов. Именно они представляют свой муниципалитет перед всем регионом. В родина Олимпиада проходит вот уже в третий раз. Участников ждут соревнования по 14 дисциплинам. Среди них мужской и женский баскетбол, волейбол, гиревой спорт, легкая атлетика, настольный теннис, палеотлон, самбо. Соревнования спортивных семей и футбол. По словам губернатора, во время соревнований все уникальные районы объединяются как одна семья. Здесь мы, во-первых, сохраняем традиции, во-вторых, еще раз прививаем новым, будущим поколениям нашей молодежи любовь к своему краю, понимание того, какой он большой, разнообразный, самобытный. И в то же время, как мы живем единой, такой дружной семьей. Для проведения Олимпийских игр Родинскому району выделили более трех миллионов рублей, в том числе и на покупку специального инвентаря. Еще свыше 48 миллионов на строительство сооружений на стадионе «Урожай». Все они останутся здесь в качестве наследия. Это преимущество каждого района, который принимает филиал сельской олимпиады. Виктор Томенко добавил, что правительство будет и дальше работать, чтобы в сельских территориях края жизнь становилась комфортнее и лучше для людей. Думаю, что внимание органов власти, и мое, в том числе, как губернатора, это обязательная составляющая того, чтобы праздник спорта получился. Он выходит далеко, на самом деле, за рамки только спортивных соревнований. Это и представление своего района, это и выступление коллективов культуры, это и обновление инфраструктуры, спортивной в первую очередь. Ну, в общем, такое, что делается и непосредственно в районных центрах, из просто удобств для жизни. Да, и это будет продолжаться. Уже 14 июля на торжественном открытии сельской олимпиады наградили шесть спортивных семей. Это три семьи с девочкой из Павловского, Алтайского и Кытмановского районов и три с мальчиками из Новичихинского, Олейского и Целинного районов. Егор Матаев, Дарья Эндерс, Сергей Седых. Новости. На этом у меня все. Хорошего вам вечера.